В ожидании публикации протоколов с последнего заседания ФРС, а также отчетов по инфляции, трейдеры проявляют сдержанность. Активность и направление торгов прямо скажем неоднозначные. Предполагалось, что темпы роста промышленного производства в Великобритании ускорятся с 1,1% до 1,3%, но вместо этого они буквально рухнули на 5,2%. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону – до минус 3,2%. Судя по всему, это следствие того самого энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа. Однако фунт не снижался, а рост, причем довольно заметно, в отличие от единой европейской валюты, которая демонстрировала скорее символический рост. И связано это с ожиданием публикации аналогичных данных по зоне евро. В прошлой публикации за июль месяц был отмечен спад промышленного производства на 2,4%, который должен был смениться ростом на 0,7%. Однако, как и в Великобритании, данные оказались совершенно не такими, как ожидалось. Предыдущие показатели были пересмотрены в худшую сторону до минус 2,5%, но при этом спад сменился ростом аж на 2,5%, что, в общем-то, и объясняет рост европейских валют. Более же сильный и заметный рост фунта во многом обусловлен тем, что вчера он дешевел заметно активнее, нежели единой европейской валюты. И обе основные европейские валюты вполне могут развить свой успех уже за счет американской статистики. Ожидается, что индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизится с 8,7% до 8,4%, а это значит, что инфляция будет продолжать замедляться. Следовательно, у Федеральной резервной системы, несмотря на вчерашнее заявление Джанет Йеллен, есть все основания для снижения темпов роста процентных ставок, что и будет оказывать давление на доллар. И мы видим, как валютная пара EURUSD, несмотря на локальное проявление спекулятивной активности в период прошлого дня, по-прежнему движется вдоль значения 0,9700. Этот ход указывает на характерный застой, при котором высока вероятность появления новых спекулятивных скачков. Нисходящий сценарий, при котором возможно касание и обновления минимума нисходящего тренда будет учтен в работе в случае удержания цены ниже значения 0,9650 как минимум на четырехчасовом периоде. А до тех пор участники рынка продолжат мониторить поведение цены вдоль отметки 0,9700, классифицируя застой как процесс накопления торговых сил. Что касается позиций британской валюты, то пара фунт-доллар в ходе спекулятивных скачков преодолела уровень поддержки на 1,10000. Вследствие этого котировке удалось продолжить нисходящий цикл от района сопротивления на 1,1525. Спекуляции продолжают возникать на рынке и тому доказательства утренние скачки цены, в ходе которых фунт подскочил в стоимости на 100 пунктов за считанные минуты. С точки зрения технического анализа стабильное удержание цены ниже уровня 1,10000 в итоге может привести к последующему снижению. Что же касается альтернативного сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше отметки 1,1150. А на этом у нас пока все. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!